здравствуйте дорогие зрители мы ведем прямую трансляцию с избирательных участков города южного сейчас мы находимся на участке в третьей школе прямую трансляцию ведут журналисты сайта репост совместно сотрудничестве совместно с первым каналом интернет-телевидение города южного мы уже побывали на трех участках вот теперь мы заходим в третью школу мы видим что в третьей школе довольно таки интенсивная явка есть даже лучшие очереди более подробно мы сейчас узнаем все председателя комиссии здравствуйте на этом участке нас проявляют паспорта если мы здесь меры безопасности усилены а кто кто глава комиссии можно с вами пообщаться у нас прямая трансляция в прямом эфире сейчас хотелось бы узнать у вас как на сегодняшний момент вот сейчас явка избирателей как люди приходят с кем на странице настроение на сегодняшний час мы записали на 9 часов на ранку нас уже проголосовало 130 человек на 9 за одну годину 130 человек я думаю через пару хвилин будем знову записывать скільки нас проголосовало я бачу люди дуже добре йдуть а як ви оцениваете це велика взагалі кількість людей порівняння може з минулого я думаю я думаю порівняно з другими виборами я була там членом комиссии то у нас було 50 на 50 а якщо буде такий приход таких виборців то буде більше а скажи будь ласка як у вас в вашій комісії о співпраця між членами налагодилося як все мирно чи були якісь може да у мене дуже добре відібралася команда прямо на лимпчатка гарні от співпраця в нас дуже добре налагодилося все у нас добре все дорожнішати виповнюють свої обов'язки чи були вже якісь може інциденти порушення зараз на цю годину на яких порушень не було зафіксовано дякую вам як взагалі а ще одне питання з підрахунком голосів ви вже прогнозуєте чи буде це легше ніж в минулих виборів адже один взагалі один бюлітень чи може якось будуть якісь так у нас буде легше тому що у нас вибирається тільки президент деяких в Києві певно там других в Одесі то вибирається і ще мери міст а у нас мер міста у нас є ми вибираємо президента України так що я думаю що нам буде легше відчутно до якої години плануєте порахувати до ранку встигнете не можу я сказати не можу сказати адже екзамени в школі вже вранці ну ми встигнемо ми встигнемо порахувати в мене дуже добрі дівчата всі дівчата працювали і секретарями і головами і членами ДВК всі знають свої обов'язки я думаю що в нас буде все добре порахунок буде скоро а 12 ночі я повинна ще таки в мене нам на іншому виборчій дільниці сказали що були якісь факти що хтось фотографував свій голос у вас чи було таке чи не було у нас нас тільки фотографували спостерегачі от вони не голос фотографували а вони фотографують у нас які саме як ми вранці приймали сейф бюлітні роздавали роботу нашу роботу фіксували спостерегачі а люди приходять немає ще не одного чоловіка щоб вони прийшли з фотооператором щоб свої голоси там це ж є порушення так ну якщо ні тобто можна добре він заходить там собі в копінку ми ж не знаємо що він там це таємне голосування що він там робить за мобільність до однієї години має право до однієї години визначатися до однієї години має право знаходитись на на дільниці на кабінці так ого скільки людей багато взагалі виборців на багато взагалі найбільші дільниці на дільниці я маю право сказати чи ні я не знаю в нас найбелика дільниця в мені кажуть що я не маю право казати це було навіть в газеті опубліковано так що все нормально ця кількість виборців це відкрита інформація в мене на моїй виборчій дільниці дві тисячі чотири дві тисячі триста дев'яносто два виборця чотири виборця дві тисячі триста дев'яносто шість чотири виборці в нас вибило ми бачимо що є багато людей які хочуть проголосувати навіть втворилася черги тобто явка досить висока так так заходили в кабінку а ви наблюдателі так? ну да а ви от какой организации? от квартири Порошенко скажіть, в сьогоднішній день успели щось заметити інтересне все проходит спокойно люди приходят паспорт лёг все спокойно все хорошо происходит а які ваше функції? фиксувати кожен голос скільки чоловік прошло скільки зкинуло бюллетень за количеством бюллетень которые кидають и смотреть за порядком и наблюдать а ви вже работали на выборах? а ви проходили какое-то обучення или как-то сами я пришел ну зарегистрировался на выборы мне позвонили я пришел мне дали инструкцию я должен был прочитать эту инструкцию и должен последовать инструкции на выборах а вы сами голосовали? да я проголосовал вы что как гражданина ждаете вот этих выборов? есть у вас какие-то надежды на них? что главное чтобы не было в стране хаоса главное чтобы в стране был мир и порядок вот чего я жду спасибо большое выход прямо и налево вот ребята записывают голоса сколько людей проголосовало чтобы потом примерно сравнить с количеством бюллетеней это нужно для того чтобы не было никаких вбросов а вот и примерно количество их подсчетов должно в итоге совпасть с тем количеством которое в бюллетене есть здравствуйте сайт репост меня Ольга зовут можно у вас спросить? мы в прямом эфире работаем в интернет я бы не хотела вас там как-то смущать пожалуйста не называйте за кого вы голосовали просто хотелось бы узнать чего вы ждете вот от этих выборов ну а кто ждет все ждут улучшения чтобы как-то что-то тут направил к лучшему а был ли у вас вот реальный выбор из кандидатов тех которые были вы смогли выбрать себе того которые действительно отвечают вашим требованиям или пришли потому что необходимо было поступать ну там есть кандидаты которые более-менее но так как я их мало знаю поэтому я не могу ничего сказать вы просто выполнили свой гражданский долг ну как выполнили ну там есть которые могут там кое-что сделать я так считаю что они могут там кое-что исправить вот это вот поэтому спасибо Оля тоже проголосовала? я уже проголосовала не успели заснять здравствуйте меня Оля зовут сайт репост нам очень приятно мы работаем в прямом эфире в интернет формате я прошу вас не называть за кого вы голосовали потому что это нельзя сегодня да хотелось бы узнать чего вы ждете вот этих выборов я я жду что вы наконец все успокоились и жили все спокойнее и мирно я хочу чтобы выжили мир молодые люди мои дети мои вновь я надеюсь на это что это нам поможет вы когда выбирали чем руководствовались какими критериями ну я не хочу говорить да ну в принципе у вас был выбор из того списка который да конечно в принципе я проголосовала за того кого определенного человека спасибо здравствуйте можно вас спросить мы в прямом эфире работаем сайт репост и хотелось бы у вас спросить вот не называйте за кого вы голосовали это нельзя сегодня а как вы считаете эти выборы что-то изменят в нашей ситуации сегодня понемножку понемножку будут изменять а вы с чем с какими вот чувством вот в этот раз шли голосовать на что вы надеетесь что вы ждете от кандидата я надеюсь чтобы бюджет да чтобы бюджет и было как вы спостерегаете южненцы они придут у больше на выборах я думаю самый такой строгий по безопасности такой порядок и и и и и так по и и и и и и Люди продолжают идти. Тут мы видим, что очень много уже проголосовало людей. Мне кажется, что больше, чем там, где мы были. Мы были в четвертой и в первой школе. А вы можете нас бачить на первом интернет-фанале интернет-телебаченні міста Южного. Журналіст Репост, спільно з проектом Александр Каранов, співпрацюють заради того, аби надати южницям повну, объективну та оперативну информацию за выборчих дельняць. Тут тоже такие строги спустаревичі. Скажите, а вы уже работали на выборах? Да. У вас есть уже опыт, вы уже так знаете. Очень такая у вас строгая здесь установка. Вы как к этому готовились? Ну я бы не сказал, что установка строгая. По сравнению с другими участками у вас все так? У нас порядок. Систематизировано. Были уже какие-то замеченные нарушения? На данный момент никаких нарушений замечено не было. Все протекает согласно законодательству Украины. И благодаря тому, что мы поддерживаем порядок, у нас склоков, скажем так, не существует. А вообще южницы как-то на выборах себя ведут? Люди весь разные. Кто-то после смены с работы приезжает уставший, хочет побыстрее получить юлики. Кто-то приходит просто выявить свою волю избирателя. Думаю, что все люди хотят изменений в нашей стране, поэтому относятся очень ответственно. Были какие-то такие демонстрации, как мы потом наблюдали, может быть, в интернете, когда люди могли съесть свой бюллетень или порвать его? Нет, такие демонстрации не было. Ну, в принципе, вы чувствуете себя здесь защищенно? Правоохранители есть ли это? Правоохранительные органы есть, они патрулируют все входы и выходы. Также у нас на участке присутствует пожарник на случай возгорания или какой-то пожароопасной ситуации. Так что все проходит нормально. Спасибо, удачи вам в вашей работе. Так, мы выйдем сейчас на выход и пообщаемся с людьми за пределами участка. И тут можно сразу приобрести солодовьки. Я напоминаю, что увидеть трансляцию можно на первом интернет-канале города Южно. Также в социальных сетях Facebook и Вконтакте. Если вы зайдете в наши группы, группы Репост, то вы увидите там ссылочки, на которые можно перейти. И вы будете нас видеть, слышать вместе с нами путешествовать по избирательным участкам. На сегодняшний момент пока все спокойно. К нам поступила такая информация, что в третьей школе на участке было замечено, как девушка сфотографировала свой бюллетень. Увидели это наблюдатели якобы по вспышке в кабине. Ну, видите, вот мы опросили уже трех человек, это все. Говорят, что это слухи, что опровергают. Здравствуйте, а можно вас спросить? У нас сайт Репост идет прямую трансляцию в интернет. Я не спрашиваю, за кого вы голосуете. Мне интересно знать, чего вы ждете от этих выборов. На что надеетесь после того, как они пройдут? Не-не, не хочу ждем. Лучше в перемен ждем. К власти пришли уже настоящие лидеры в нашей стране. А есть лидеры у нас в этом списке? Есть, да, конечно есть. Так считаем, что есть. Как вы видите, активно люди сегодня будут? Да, да. Ваши друзья, родственники? Да, да. Да, все идут. Все надеются на лучшее. Спасибо. Вот, люди здесь, которые живут в четвертом микрорайоне, оказались самыми активными на сегодняшний, на теперешний момент. Хотя может быть сейчас такая же ситуация и в других участках, но мы видим, что здесь люди активно идут и идут и идут. И вот все, кто голосует, подтверждают тот факт, что их знакомые, родные и близкие, что не приходят все. Как-то вот активность в Южном есть. Мы это сможем конкретно уже точно узнать больше после обеда, наверное, потому что сейчас только первые данные поступают. Так вот, про ситуацию с фотографией, что я рассказывала раньше, ни наблюдатели, ни глава комиссии не подтвердили этот факт, сказали, что нарушений никаких не было зафиксировано. Так что... Так что... Так что... А тут уже немало... Чуть-чуть-чуть понаполу, здесь будут баржути. Да. 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 Ох, так аккуратно. Да. 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 Мы находимся сейчас у третьей школы. Ведем прямую трансляцию. Увидеть ее можно на первом интернет... В первом канале интернет-телевидения города Южного. На главной нашего сайта. Здравствуйте. А можно у вас спросить? Сайт-репост. У нас прямая трансляция в интернет. Скажите, пожалуйста, я не спрашиваю, за кого вы голосовали. Сегодня нельзя об этом говорить в прямом эфире. Чего вы ждете от этих выборов? Чего я жду? Ну, в первую очередь, конечно, как все стабильности. Потому что то, что сейчас трясет нашу Украину, это раздражает всех. И меня в том числе. Так что в первую очередь стабильности. Потом хочется все-таки изменений. Изменений европейских. Изменений цивилизованных. Вот, собственно, за это я и говорил. Нашли в списке такого кандидата, который мог бы это обеспечить? Ну, понимаете как. Гарантий, конечно, ни у кого нет, но хочется надеяться. А как ваши друзья, родственники сегодня голосуют? Как вы видите настроение их? Ну, в принципе, тех, кого я знаю, те голосуют. А вообще важно, чтобы люди пришли вот в этот раз на выборы? Как вы думаете? Ну, не только в этот раз. Чтобы был второй тур или чтобы его не было? Нет, то, что второй тур должен быть обязательно, это должно быть. Потому что кандидатов достаточно много. Кандидаты разнообразные. И настроение у людей тоже разное. Поэтому, если выйдет один кандидат, это будет неправильно. Это будет, ну, неестественно. Так что второй тур должен быть. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Здравствуйте. А можно у вас присоединиться? Да? Ну. Не будем туда задерживать. Мама молодых. Ну, настроение у людей активно. Активно относиться с гражданской позицией. И к будущему. Мы видим, что, в основном, пока что взрослое поколение. Но вот много и молодежи уже стало подтягивать. На выбор. Здравствуйте. А можно вас спросить? У нас прямая трансляция сейчас идет в интернет. Если... Я не спрашиваю, за кого вы голосуете. Не переживайте. Интересно просто, что вы ждете от этих выборов? Лучшего ждем. Как все. Ну, вот, вы нашли такого кандидата, который может обеспечить? Ну, надеемся, что да. А как ваши друзья, знакомые в этот день? Я не знаю. Я не спрашиваю. Ну, идут ли вы голосовать? Или вообще вы об этом не рассказываете? Они в море сейчас. То есть вы тоже моряк, да? Не, я не моряк. Ну, вот так получилось. Ну, спасибо вам большое. Пожалуйста. Мы будем заканчивать нашу трансляцию. В принципе, настроение голосующих немного мы, так сказать, это чертили. Посмотреть в повторе можно на канале нашем репосте Ustream. Также вскоре эти трансляции появятся уже в записи на нашем канале в YouTube. Мы будем дальше следить за событиями. Следить за тем, что происходит в городе на сегодняшний, на теперешний момент сейчас все спокойно относительно. Ничего никаких нет, слава Богу, нет никаких волнений. Люди абсолютно спокойны. Правоохранительные органы есть на всех участках. Так же, как и сотрудники частных охранных фирм. То есть, мы ожидаем, что так же в таком спокойном режиме все пройдет и дальше. Трансляцию для вас ввели журналисты с сайта Репост на канале Первого интернет-телевидения города Южного. Деемся, что вам этот формат понравится, подойдет и будет удобен. Посмотреть трансляцию можно на главной странице сайта Репост. Либо, если вы пользуетесь социальными сетями, Вконтакте, в Фейсбуке, в нашей группе Репост, сайт города Южного, вы найдете также ссылочку на трансляцию в Ютубе. Спасибо всем, кто был с нами, кто смотрел, кому интересно. Всего доброго, до встречи. Следующее включение у нас будет, начиная с часу в этом районе. До связи.